Предложил зайти в душ, а она думала о коне. Да, говорит, что, Сергей Хруто согласилась? Да? Да? Полиция, аккуратно, или это не полиция, или это бутылка Сэмш какой-то. Закройте, чтобы вас никто не видел. Всем привет, вы на канале Тритоплей, с вами я, Кристина. И я, Алексей. И мы продолжаем проходить челлендж, день хороший, день плохой, с Говардом Арципаном. Прошлый денёк мы прошли, налаживали дружеские связи с Элизой, или Эйслин, или как её там зовут. И посмотрим, что нас ждёт сегодня сразу. Давай, я же не терпение. Серьёзно? Прямо знаешь, как вот в руку пришло? Она же у нас на первом этаже стоит, девчонка, это до сих пор. Сашия, смотри внимательно. Так, а интрижка на стороне, ну это вообще топчик. Если Сим одинок, то он должен построиться с двумя партнёрами. Нам не подходит, у нас Сим не одинок. У нас есть постоянный партнёр и семья. И нам нужно завести любовницу и заняться с ней в уху. Великолепно, слушай. И причём именно сегодня нет ни сил, ни желания скрывать своё настроение. Поэтому в конце дня нужно признаться своему партнёру в измене. А если нет всего возраста, но у нас есть, то пришлось поизменять прямо на глазах. Я думаю, София заслужила это. Нет, ну окей. У нас уже построены с ней дружеские отношения. Покажем детям, откуда берутся дети. У нас уже построены с ней дружеские отношения. Поэтому в принципе это не проблема. Единственное, что мы немножко вонючие. Поэтому мы по-другому даже подмылись. Привести себя в порядок. Ну посмотрим, у нас выходной. Шикарно. У нас нет никакой сегодня работы. Слушай, Город, тебе не повезло. Просто, просто шикардос. Ну, на всякий случай, чтобы наверняка. Я думаю, что мы где-то часа в два начнём этим заниматься. Охмурять девку-то поедем. А вдруг долго. Вдруг долго. Я думаю, раньше надо. Ну, давай тогда. Помыться и сразу в бой. Нет, надо поспать немножко. Давай помотаем. Потом гигиену поднять. Вонючий-то не поедет же он. А что это она там говорит? Смотри, как тебе мой муж? Ничего, нормально. Слушай, а может ты с ним как-то там интрижка? Нет, нет, не думала? Ну пока не знаю. Он мне предлагал. Серьёзно? Ты думаешь, они об этом разговаривают? Она спрашивает. А кто вы Говарду? Кем вы Говарду и Лиза приходитесь? А то сейчас время 4.40 утра. А вы всё никогда домой не пойдёте. Ой, ухожу, ухожу. И ушла. А мне кажется, они говорят. Ой, ты какой тушью пользуешься? А я это... Ой, у нас разные туши. Всё, я пошла. Ой, ладно, сейчас разберёмся. Лиза, я думал об Лизе. Да, я спал. Не важно в каком ключе. Думала об Лизе. Ну что ж, отлично. Просто совпадение на миллион, так называемое. О, Бенжи пишет в дневнике. Я ещё не определился, кем хочу быть. Как мотылёк, как бабочка, которая порхает с цветка на цветок. На мой день рождения нервный Тёма подарил мне сапоги своей мамы. Я не знал, что делать. Радоваться или плакать. Но я ему сказал, следует на следующий день рождения, подари мне платья своему. А сапоги я надел. Да, и платья хочу тоже надеть. Ой, как интересных югов. Эти вампиры, эти вампиры. Но почему такой интересный фильм показывают в 7 утра? Отстой, отстой, всё. Ты думаешь, отстой, а мне так понравилось? Продолжение не показали. Ну давай, вторая серия началась, вторая серия. Как ты думаешь, если кого-то съедят? О, смотри, тут девушка. В белье. Да. Как ты думаешь, что сейчас с ней произойдёт? О, ой, кто это, кто это? Это тёмный парень, и она... Бенджер в сапогах пришёл, глянь, глянь, смотри. Что вы смотрите, как вы можете такое смотреть? Это мужчина и женщина, это, это... Не толерантно по нынешним местам. Как вы можете вообще, это отвратительно. Мужчина и женщина, так он ещё и зомби. Фу. Чувак, не до... Ёл, не сгораживай. Смотрите, как вы вообще можете? Вы ещё мои братья и сестра. Позор. Мне стыдно знать вас вообще. Ладно, ладно, смотри, какой зато у нас Джон в своих тапочках. Милый. Или тема сказал, что нехорошо идёт белый цвет? Что у нас за зловоние здесь вообще какое-то жуткое? О, Стэн приехал. Дети, идите сюда. Быстро. Почему вас ещё нет? Вы смотрели сериалы? Здесь и такие, ты, ты, ты. Эй, ты, бандитчик, расскажешь мне, что там было. Йоу, болитель Стэн, там были отношения у мужчины и женщины. Да, правда? Рассказывай в подробностях. А то у меня... Давно не было отношений. Да, мы с женой развели 10 лет назад. Да, поехали! Так, ну что, мы выспались вроде как. Причём хорошо выспались. Предлагаю отправиться наводить... Давай почистим ванну. И примем эту ванну, собственно. Я проснулся и понял, что я... Хочу что-то изменить в этой жизни. Возможно, я просто хочу изменить в этой жизни. И, возможно, даже Софию. Я понял, что София меня не привлекает ни в каких смыслов. Я решила... Особенно, когда увидел кухню и понял, что у меня даже аппетит пропадает. И я не могу нормально завтракать в этом зловонии. Я сидел и думал... Когда же всё это закончится? Когда она начнёт думать о семье, а не о себе? Но... Я думал, он мне показал, что... Никогда. Да, это будет никогда. И в итоге я решил, что она служила местью. Жестокой и беспощадной. А именно, я... Заведу интрижку на стороне носки. Тем более, я подружился вчера. Он же говорит, наоборот, тем более, вчера в моей жизни появилась другая женщина. Интересная. Которая не безразлична, чем я занимаюсь. Которая играла со мной. А что там? Бросалась водяными шариками под дождём. Мы резвились как... Как ты сказал? Как животные? Как дети? Как обезьяны? Как ты назвал их? Как приматы. Как приматы. Я подумал, что... Приматы любят делать девичьих. Ну вот мы сейчас и будем делать вещи. А вторую еще нет. А вторую мы... Надо попробовать. Ну что, давай сейчас всё уберём, перекусим и отправимся. Здесь можно? Это съедобное или вонючее? Вонючее. А где свет на кухне? Не знаю. Может, сейчас зайдёт и появится. Может, в автоматическом режиме. Вот, загорелся. Ох, что тебе удобная лампа. О, смотри, София уедет через час. Может быть, мы домой пригласим? Чего мы делать-то будем? Так давай, а что тут вообще? Заеду домой там. Сыпь рост в спальню. Быстренько всё уберём. А мы спрутим. София ела. София, вкусный тортик? Ну да, дорогой? Фух, нам, фух, нам. Ешь, ешь. Пока, радуйся. Пока можешь домой. Ну что, давай попробуем пригласить. Что там? Нахально луко попадёт. Смотрю. Ну, у нас только да. Я думаю, что мы можем кушать, пока она будет там ехать. Какая ехать? Сейчас у нас. А пусть она едет, пока он кушает. А, он уже начал готовить. Ну ладно. Пусть тогда. А, съесть кусочек торта. Ну давай телефон и пригласим. А зачем так? Вот, смотри. Давай, как это пригласить? Любовное письмо. Подожди. А тут же всё сложно. Тут всё не так просто, как в этом. Романтично. Ого. Не, нам надо однозначно её сюда. Пригласить на свой участок, да? Да. Пригласить болтать. Другой. Пригласить. Пригласить. Давай, Говард. Пригласи. Так, ну брось ты эти тарелки уже, наконец. Время идёт. Ну как я буду? Потом. Девушку впечатлять грязной посудой? Нет. Ну может она и сама помоет и проявит себя. Давай ей позвоним. Точно. Эй, психованная, приезжай ко мне. Что? Извините, мне нужно отойти на пару минут. Перезвоните через пять часов. Ну может у неё проблемы. Может у неё работа до шести? Так, хорошо. Мотаю вниз, у нас там ещё есть. Чтец грандскопов. Где она может быть? Давай её найдём. Мы сами к ней пойдём. Проблема-то нет. Давай. Играть в камень, ножницы, бумага. Зайди, извините, я подойду через пять часов, нас ответ не устраивает. Я хочу. Но я хочу увидеть тебя сейчас. Какие пять часов подумал я? Эндришка должна сейчас. О, моя мордачка. Дай автомобиль. Не даёшь? Ну да, что? Слушай, она куда-то пропала с того места. Она на работу идёт по ходу, знаешь, мне кажется. А мы сейчас хвалить внешний вид, давай пробовать. Мы у себя догоним, ты от нас не уйдёшь. Как тебя зовут? Элиза. Я решил. Элиза, от нас ещё никто не уходил. Да, у меня особо-то и никого не было, кроме Софии. Он едет, едет на такси. Подумал я. Он едет, едет. Я их ловлю на такси. Сидит в машине. Быстрее! Давай очередь сразу наденем, действуй. Хохочет уже рано, хохочешь. Мы сейчас... Так, давай вот это флиртовать попробуем. О, вот и мы. Элиза. Элиза, здравствуй, красавица. Привет, привет, Говард. Послушай, ну... О, как вот здесь, что ты скажешь, как бы, если мы пойдём куда-нибудь и... Пригласить до свидания. Давай попробуем? Может быть... Может быть, в крови мы куда-нибудь... Что она скажет? Нет! Как так? Подожди, может быть... Мне кажется, она отказала из-за того, что он женат. Давайте соберём компанию. Ну, может быть, мы хотя бы просто проведём время вместе. Он говорит, не обязательно же на свидание. В смысле, нет. Давай флиртовать. А давай спросим, есть ли у неё пара для начала? Есть ли у тебя... Тебя смущает, говорит, что я женат? Да, именно, меня смущает. Привет, лысый. А что это за... Это лысый-то. Нет, у неё нет партнёра. А что это за лысая башка, дай пирожка? Это моя дочь! Ты её лапал! Лысый, иди отсюда! Ты что встал? Ты главная встал, смотри! Ребят, а можно я... Ты глядь, ты он встал прям рядом с голодом. Ребят, а можно к вам третьим, пожалуйста? Слушай, я не могу, мне смешно. Чё это такое вообще? Мужик, уйди тут, пытаемся даму совратить. Давай поддержим её за руки. Позволь мне взять тебя за руки. Слушай, так вообще, что я за неё управляю, да? Она взяла меня за руки. Её руки были такие холодные, но удивление, такие красивые. Давай ещё пофлиртуем. А у нас точно получится, ты глянь. Пикантный анекдот давай, пикантный анекдот. Ты что думаешь, ну давай? Романтик это есть у них, я не вижу полоску. Или здесь вообще такой нет? А, здесь такой нету! Я своим боссом её растопил. Давай попробуем поцеловать, сгорячая. Потому что она вам откажет. Будем пробовать? Да, конечно. Ну давай. Я решил взять быка за радостью, и я обнял её. О да, да, она ответила взаимностью. И мы решили, что быть этому прям на улице. Ещё-ещё давай, ещё-ещё-ещё. Ну что мы ещё можем? Подарить цветы, давай красные. Какие красные, какие цветы. Романтично красные, какие настоящие. Да пикантный анекдот, она уже сама прыгает на неё. Пикантный анекдот и расскажет. И задумать, что он выглядит соблазнительно. Слушай, может мы её уже соблазнили, а? Давай романтическую фотографию сделаем. Четыре часа дня ещё только, подожди. Давай сфотографируемся на память об этом дне, когда мы нашли друг друга. О, как это мило. Ха-ха-ха-ха, это так мило. Чина, чина, уху! О, ей нравится, смотри. Чё ещё есть? Поцеловать рубка, узнать знак зодиаков, Леонидович. Кто опять к нам пришёл? А можно с вами тоже сфотографироваться, как вы сейчас сфотографировались? Пожалуйста, да. Туда я посмотри на фаузе. Что это такое? Ну что к нам подходит? Я тоже хочу сфотографироваться, но так же, ну пожалуйста. Мужик, уйди. Нет, я тоже хочу сфотографироваться, ну пожалуйста. Так, ну что? Пригласим её домой. А мужик смотрел. А мужик смотрел. Да, а мы поменяемся. Вот смотри, предмет вздыхания. Пошли домой, короче. Если она скажет, я не могу с вами пойти, давай собрать компанию опять. Я уж оба снэп пошла. Пойдём ко мне домой. Ты такая горячая штучка. Да, давай. Чё она идёт, нет в компании с нами. Я позвал её к себе. Ребят, вы издеваетесь что ли? Давайте, а можно прям, можно они могут прям здесь, не знаю. Нам тут сливать, где это будет. Давай ещё на свидание попробуй, пригласи. Я позвал её на свидание. Где прям здесь, Тя, тебе сделаю? На улице. Что, нет, да, нет, ты пойдёшь? Что-то свидание, я не хочу, а вот внутрешку бы, да. На холл какая. Так, хорошо, давай посмотрим, что рядом с нами. Ой, мап, дорогая, спортзал. Спортзал, там есть душ, 100%. Здесь спортзал далеко, нет, не очень. Пустите, сейчас так с компанией. Погнали. И тут я подумал, что в спортзале, где я обычно занимаюсь, есть душ. Я подумал, что в это время никого нет. И мы могли бы зайти в душ и так понимать. Вы идёте в спортзал? Она идёт, а Говард нет. Говард не тупим, балбес. Пусть и Говард не идёт в спортзал. Говард, ты меня что, разозлить пытаешься? Какого фига она пошла без тебя в спортзал? Ей больше ещё тебе надо в спортзале. А может, да. А если там нельзя, что будем делать? Домой. Я просто предположил, что мы... А ты так прям так... Ладно, пусть я... А в машине могут назови усидеть? Нет, не могут. Да что, что это за игра ограничений таких, я не знаю. В машине. Давай, Попух. Здесь есть душ на первом этаже. Во, 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 пошли в душ и в спортзале. Давай. Ура, ура. Я придумала, где. Я предложил зайти в душ. Она думала, конечно. Да, говорит. Что, с ней кто-то согласилась? Да? Да? Полиция, аккуратно. Или это не полиция, или это бутылсенщик какой-то? Полиция, что такое-то? Закройте, чтобы вас никто не видел. Ну что, бабка, не воняй на нас, а эта детка. В смысле? А, я поняла, это... Это туалеты по половому признаку разделяются. На диване могут они вонять? Кошмарь, не могут они. Да домой бегут, бегут. А в помойке могут? Нет. Бегом домой, домой бегом. Время 19-15, мы не успеваем. Она с нами? Нет. А где? Не знаю. Она опаздывает. Интрижку не можем завести. Господи, что мы за люди вообще неудачники? Давай последим за ними. Мы просто ее в мужской туалет приглашали заниматься в уху, понимаешь? Надо было в женский прибор. А в женский мы не можем зайти. Силс двери же такие, знаешь, с этим... По половому признаку. Да, с ограничением. Давай ждем, надеемся, что она приедет, и, блин, чтобы в кровати не было сопи. Она приехала? Да, да. Что ты... Ты приехала сюда к моему мужу, да? Поговорите, иди поговорите. Расслабиться. Что, здесь нельзя? А в душ? Здесь нет душа. А Ване? Хочешь остаться на ночь? Гобард, быстрее! София, уйди, ты мешаешь нам. Да, какая душ поставить просто и завонить ее в душ? Подожди, если ты что, так сейчас и сделаю. Хочешь остаться на ночь, Элиза? Прям при Софии? Да, София. София, смотри, у нас такого не будет, да. Она хочет, она остается? И гром загремел. А здесь-то нельзя ничего? Блин! Давай вторую кровать поставим. Давай. И душ. И душ. Да, да, да. И душ. Да, поставим душ. Он дешевле, наверное, будет. А пусть душ моет здесь. Нам нужен душ. Зачать ребенка? Нет, 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 нет. Нет, нет. Что здесь происходит? Что за пьюгулы сейчас? Что, если я не слышал? Звук. Слушайте, ребята, в этом уже не нормально. Здравствуйте, мисс Элиза. Вы пришли к моему папе по Азиалии, станы разбивайте нашу семью. Да. Она уже злая, ее это разбесило. Я предлагаю ей. Пойдем успокоимся. Ха-ха-ха, цирк. У нас свободная шведская семья. Сказал мне. Ой, картина с котом опять появилась. Ай, нет. Как вы можете? Мужчина и женщина. Не, да. Это, это слишком... Вульгарно. Она нам отказалась. Отказала нам. Смотри, жена нам истерику устроила. Она, наверное, хочет разорвать с нами отношения. Да как ты смеешь? Так, слушай, я не могу больше. Что происходит? Так, смотри. Ты привел эту шмару белом кожу ко мне сюда, да, и ты хочешь прямо здесь... Она не хочет с нами теперь ничем заниматься. Софи, это все из-за тебя. Блин. Я тебе детей рожала. Что делать? Дать обещание защиты. Слушай, кошмар какой-то. Похвалить физическую форму. Обнять эротично. Ну, пожалуйста. Я, конечно, все понимаю, ребята, вы все в шоке, но у нас нет выбора. Она же нас к себе домой не приглашает. Душ на первом этаже поставит просто. Так это в отдельной комнате? Че там кто-то уже умывается? Я же не могу, это орк какой-то просто, вы шибур. Идите уже, пожалуйста, в душ. Ребята, я вас прошу, ну, время идет. Ты как? Пожалуйста. Да, ребят. Да что ты... Да и не... Что с ней не так? Может, она воду не любит? Может, она жену увидела просто? Ну, почему она с ним тогда спокойно целуется, а в душ не идет? Что ты дразнишься? Ты уже домой к нам пришла. Иди давай, быстрее. Элиза, нельзя так. Ты сама уже дала ей понять, что, типа, все... Че делать? Че делать? Че у нас в постель не ложится? Не беспокойся. О чем не беспокойся? Это что значит? Нет, я боюсь. Почему нельзя? Почему она ему все время отказывает? Мы так не сможем выполнить задание дня. Да. Бывшая жена она у нас теперь. Она, то есть, пока мы даже еще не успели... Ах ты, козли. А она уже бывшая жена. Че делать-то? Почему она с нами не идет туда? А, может, вынуть ее просто с домом? Да можно, вот с Софьевной? Нет. А как мы выгоним, она с Джей Виот? Высилим. Не можем, наверное. Почему она отказывается из-за Софьи? Да. Она же бывшая жена. Да какая разница она-то отказывается? Да что такое? Так, ставим шкаф чудес. У меня уже просто нет. Давайте, ребята. Мы уже просто потеряли всякую надежду. Да, можно. Ну, давай, Элиза, пожалуйста. Может быть, тебя шкаф устроит? Элиза. Да что ты тварь, тварюга такая. А этого удалить ненадолго, Софьи. Можно шкаф на улицу выставить. Давай. Суфи, может, она просто не любит это делать? Да не везде, она же сухо соглашалась до этого. А может быть, мы и предложим ребенка, если что, сделать? Ну что, щищь, ты нам говоришь. Мы уже поняли, что, скорее всего, нам светит с тобой щищь. На что он тупит? На домах побежал, ну? Я не знаю, куда она побежала. У меня уже, этот, тик нервный. У нас осталось два с половиной часа. Дай сразу повторю на действие. Пауза, нажми вторую вторую сторону действия с ребенком. Что, нет? Опять нет? Давай ребенка. Не можем? Не можем мы нифига, короче. Че она не хочет теперь? Нахау, коты. То есть ты такая, как бы, повела. Так, давай дать за руки, держать ее, обещание защиты дать. Что не так? Может, надо на свидании, чтобы мы были? Может, дать ей руку и сердце? Она, мы замужем, говорю. Мы же не замужем, мы уже замужем. Я не знаю, что ей надо. Я вообще не понимаю, что происходит. София, София как-то очень быстро развелась. Вообще, она обалдела. Потому что мы, конечно, наглые привели домой девушку. И давай тут с ней какие-то ничего. Но мы точно выполнили все условия. Там же говорилось, что тебе прям при ней. А нет, нифига, мы не выполнили. Мы ничего не выполнили. Может, теперь она согласится у нас свидание? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну ты же на свидание. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да, это ты ломаешься, как школьный с на выпускном. Ну, что там? Ну, давай. Ну, что нам делать-то? Ну, хватит. Давай на звезды посмотрим, ну. В шкафу, на звезды посмотрим. Давай, ну, подруга. Ибраман. Что делать нам? Ой, не знаю я. Я в отчаянии. Неужели это все из-за Софии? Да, она сама и другим жизнь портит. И сама не живет. Что нам делать? Лохая была идея ехать домой. Надо было искать альтернативные варианты там прямо. А как интересно подразумевалось, что мы бы приехали домой и устроили бы в уху с персонажем, если вот она не соглашается. А на глазах как бы мы устроили записи? Да вот именно. Мы вроде на глазах и изменили. Но в уху-то мы не... Мы обнять эротичны. Да мы уже все переделали. И обнимали ее, и все. А это не получается ничего. Давай Софию отменим права на кровать. Нет ее. Она туда прется все равно. Наглая женщина. Давай еще полугонно уже все. Ну стой ты. Давай все-таки займемся чем-нибудь сегодня. Ну пожалуйста, я подумал. Ну слушай, ну я же упрашиваю. Ну сколько можно? Звезды мы смотрели, я тебя там все... Уже все, что могли, переделали. Она согласилась, что ли? В шкафу в этом. Может быть надо было дождаться, пока София ляжет. 47 минут, ну пожалуйста. Давайте не тупите. Ну нет, ну понятно, что мы опоздали. Ну... Так что, в итоге-то? Да, нет, нет, да. Давай, согласилась. Да, и куда их пошли? Они в дом пошли. Ну они пошли. А не тупя, а все три часа. Ну я думаю, что нет, но я думаю, что мы все-таки... Она же согласилась до трех часов. Ну да. Учитывая сколько мы ее уламывали, я думаю, что мы... Тем более, что мы это еще все дома провернули. Я думаю, что мы засчитаем себе этот день, потому что мы все-таки ее уломали. И как бы согласилась, она все-таки... А вот и не засчитаем. Ты... Да как ты такой? Говард, ну ты че, серьезно? А, мужик, как ты мог вообще? Говард не смог справиться. Мы целый день на это потратили. Мы готовы были засчитать тебе это все, Говард. Несмотря на то, что ты опоздал. А ты обсикался фактически. Как ты так? На глазах у девушки. Ой, 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 ой. И брак развалил. Задание дня не выполнил. За одну ночь я лишился всего брака, самоуважения и приятной близости. Ладно, друзья, будем заканчивать этим эпичным фэлом сегодняшний день. Это просто космические... А, это было просто невероятно. Она отказывалась от этого столько раз. Мы ничего не сделали. Вы же рендопаузу нажимать уже 4 утра. И самое что, обидное, что когда она наконец согласилась, он упал и уснул рядом с этим шкафом. И описывался. Он не описывался, но мысли о туалете его в том числе отвлекли. Такого фэйла просто трудно себе было представить. Так что мы потеряли один аэростат. Оставайтесь с нами, следите за приключениями Говарда. Неудачные изменения. Не знаю, пройдем ли мы этот челлендж, получится ли у нас это сделать. А шкаф я на память об этом эпичном фэйле оставлю. Все, всем всего доброго. Всем пока-пока. Увидимся. Всем пока.